Уважаемые журналисты, я готов ответить на несколько ваших вопросов. Пока украинские военнослужащие еще не срывают нам интервью. Ну, в 100 метрах разорвалось три мины или снаряды, еще не знаю. Поэтому, я думаю, что они специально не хотят, чтобы они услышали правду по минским договоренностям. В силе, в правде, в правде, в силе духа. Вы знаете, это на самом деле очень большая победа. Победа, как бы это ни парадоксально, в том, что мы в состоянии менять Украину как таковую. Украину, и Конституцию, и мнение народа, и вообще политические процессы, которые там происходят, оказываются подконтрольны нам. На самом деле. И все, что происходило до Минской встречи, это Дебальцевский котел. И даже то, что Порошенко не признал, хотя французские и немецкие разведчики говорили, что котел сейчас существует. Это показатель того, что Украина находится сейчас в агоне. И в агоне политической, и экономической, и вообще. И как она с этого всего будет выходить. Это уже очень жалко просто украинский народ, обычных людей. Это действительно очень такие большие жертвы, которые он сейчас несет. Но вы знаете, намного жаль, чем моих земляков, наших детей, которые обстреливают, погибают ежедневно. Поэтому мы представители этой территории. Кровь от крови, плоть от плоть. И поэтому должны, прежде всего, думать о нас, о тех людях и тех жертвах, которые происходят здесь. Александр Владимирович, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему так долго шли переговоры? По какой причине? И лично вы встречались ли с Порошенко? Нет, я не встречался с Порошенко. Но мое мнение следующее, что, вы знаете, на самом деле, то, что произошло в Минске, это очередная попытка, действительно серьезная, президентов европейских государств, президентов Арктической Федерации, объяснить всему миру, и в том числе и Украине, что любая война хуже самого плохого мира. К сожалению, даже если вы внимательно читали все пункты, это опять, на самом деле, размытое какое-то непонятное образование, размытые формулировки, трактовки всевозможные. И я уверен, что если не будет в будущем действительно настоящего конструктивного, с четкими определениями, чтобы все понимали, о чем говорят, а не какие-то там полунамеками фразы, то ничего к хорошему это не приведет. Это в очередной раз подтвердит, что надо договариваться, садиться действительно за стол переговоров, садиться за стол переговоров с Украиной и разговаривать о том, чтобы это все закончить. Я в Минске говорил и сейчас скажу, что вся территория Донецкой области, которая временно находится оккупированной, это является территорией Донецкой Народной Республики. Каким путем мы его будем забирать, военным, политическим, ну, поверьте, все равно. Политическим даже выгоднее, по одной простой причине, что лучше, мы не будем терять людей. Любая человеческая жизнь, любая человеческая капля крови стоит, чтобы разговаривать и пытаться миром все вопросы улегурировать. Если это не получается, мы показали всему миру, что в состоянии решать вопросы и военным путем. Уже неоднократно мы это показывали. Предательство солдат вооруженных сил Украины в Дебальцевском котле, который совершил Порошенко, очередной раз показывает, что Украина борется не за людей, борется не за прекращение войны, она борется за какие-то политические свои дивиденды, политические интересы, за свою власть в первую очередь, за возможность обогащения, присосаться как пиявка к народному телу, к народным деньгам. Так вот, это борется Украина. Вы обратите внимание, что за Дебальцево в Минских соглашениях слова вообще ни одного нет. Из этого следует, что Украина просто предала 5000 человек, которые находятся в Дебальцевском котле. Можно сказать следующее, мы прекратим огонь на всей территории Донецкой Народной Республики, исключая внутренние регионы. Внутренние регионы это уже Дебальцево. Любая попытка вооруженных сил Украины вырваться из этого котла, либо деблокировать, нами расцениваться будет как нарушение Минских договоренностей. И, естественно, эти попытки будут пресечены, противник будет уничтожен. Этот приказ я дал по вооруженным силам, поэтому все готовы, все ждут, что будет дальше. А в любом случае, это произойдет по одной простой причине. Боеприпасы заканчиваются, продукты питания заканчиваются, и людей надо как-то менять, и там очень много раненых, поверьте. Поэтому противник будет это пытаться сделать. Поэтому уже в этом первый пункт Минских соглашений уже нарушен. Все, как ни крути. Далее, был приказ сегодня по Министерству финансов подготовить счет премьер-министра Украины Яценнику с лета прошлого года выплатить задолженность по пенсиям, зарплатам, бюджетникам, по социальным выплатам. Это миллиарды. Далее, сегодня был приказ о формировании пограничной службы, которая будет нести службу на границе. Мы готовы закончить с Киевом договор, сами нести свою службу на своей территории, поэтому ни один украинский пограничник на нашу землю не войдет. По местным выборам приказ по Народному совету подготовить документы. Мы передадим наш закон о местном самоуправлении, с нашими всеми полностью, что уже принял наш Народный совет. И по этому закону будут происходить местные выборы. Далее, ни одна из партий, участвующих в конфликте на Донбассе, представители этих партий, участвовать в местных выборах, не имеют права. Это враги и каратели. Поэтому я не знаю, на что рассчитывает Порошенко. И это все согласно духу Минских соглашений. Только сразу делаю ремарку. Это так, как мы подписали и так, как мы это понимаем. Это позволило в Минских соглашениях нам так понять. Ничего из этого мы не нарушаем. Все четко, согласно пунктам. Но если они пройдут конституционную реформу, если они сделают все остальное, заплатят эти деньги, хотя я очень сильно сомневаюсь, в Украине денег нет. Я ценю, как это признал. Вот все итоги Минских соглашений. Наше видение, как мы это подписали. Сегодня Народный совет на внеочередном заседании разработал и подготовил несколько изменений в Конституции Украины. По правке, да? Судя по Минским договоренностям, Украина ждет конституционная реформа. Согласно ей, какой будет ваш личный статус, статус подчиненных вам солдат, вообще армии ДНР в общем? И каким образом будет создаваться Народная милиция в рамках этого Минского соглашения? Ну, подразделения Народной милиции уже созданы. Они сейчас находятся на своих боевых постах. Это еще с прошлых раз осталось. Вот общий народный, там имеется в виду общая и украинская, и вот в мятежных республиках они это оценят? Ну, подождите, там еще есть момент конституционной реформы особого статуса, который подразумевает расширенные полномочия и так далее, и так далее. В нашем понимании это фактическая независимость. А все остальное будут плясать от этого всего. Если же не будут выполнены наши требования как в виде фактической независимости, как мы это понимаем, то мы и раньше заявляли, и сейчас заявляем. Вся территория, это незаконно оккупированная, которая находится на территории, украинские военнослужащие. Далее, граница Донецкой народной республики это граница Донецкой области. Этих тезисов мы не уходим. Мы вправе сожить самостоятельно, вести самостоятельно экономическую политику, что, кстати, еще раз подтвердили минские соглашения. И процессы, которые у нас происходят, в принципе, никакого отношения к Украине в целом не имеют. Мы живем своей жизнью, жили, мы это право завоевали с оружием в руках, мы его продолжаем завоевывать. Это наше видение минских соглашений, которое не противоречит духу и пунктам, которые там подписаны. Как видит это Украина, это абсолютно безразлично. Почему? Потому что в этот раз в Минске мы подтвердили и Украину заставили гарантии фрау Меркель, президента Франции. Они гарантировали, что нас будут слушать. Если Украина не хочет слушать, они нарушают, они подставляют людей, которые за них замолвили слово. Поэтому, как это будет происходить? Единственное, очень жалею, что там не было представительства в Америке, хотя они кукловодили и неоднократно выбегали, советовались уважаемые украинские политики США. Но я думаю, что этот процесс когда-нибудь настанет. США в любом случае это узнает и даже увидит, даже после сегодняшнего интервью. Какой интерес политики бомбардировали центр Донецка сегодня, м. Заркашенко? Как интересует терапевтическая армия для хранения центра Донецка сегодня несколько лет после огня? Что они делают? Как их политический интерес? Я понял, француз. Он спрашивает, какой интерес Украины, чтобы сегодня бомбили центр города перед перемирием? Вы знаете, мне буквально за два часа до вас, до интервью, находились депутаты Будестага, германские парламентарии. Мы с ними просто проехались по Донецку и на их глазах разорвалось в 100 метрах от машины два снаряда. Это просто мы находились вместе в машине, и они это все увидели. Вы знаете, какой интерес? Ну, давайте просто так вот сделаем маленькое. Кто сражается за Украину? Люди, которые отскакали на Майдане, как заведенные несколько месяцев. Люди, которым нечего делать дома. Люди, которые в большинстве своем с криминальным прошлым. Ну, им не нужен мир. Им война позволяет достаточное время проводить в рабежах, в разбоях. Они привыкли жить, не работать. Мир не нужен Украине даже в большей степени, чем нам. Потому что мы хоть и потеряли свою территорию, мы пытаемся мирным путем ее договориться. А украинским властям что делать с тысячами людей, которые уже не один месяц, а уже, можно сказать, не один год живут за счет разбоя. Они получали в руки оружие. И как Порошенко будет потом их, как он их будет интригировать в мирную жизнь, я не вижу. Единственный способ оставить их здесь, заставить стрелять, озлобить нас до такой степени, что мы не будем признавать Минские соглашения. Но этого не получится. Я могу сказать следующее. Вы знаете, любое, что сейчас происходит, мы учимся. Мы молодая республика. Мы учимся даже дипломатии. Тот урок, который преподали нам в Минске, мы сделали из него выводы. Стратегию поведения разработали. И вы теперь увидите другую Донецкую Народную Республику, которая в состоянии сражаться на полях дипломатических, так же, как удачно, так же, как и на полях военных. А совместными усилиями дипломатов и военных мы в горы свернем. Еще вам хочу сказать следующее. Чтобы понимали, вы, мировое сообщество, Российская Федерация, каждый из нас, каждый житель Донбасса, считает себя по крови, по духу русскими. Русские никогда не сдавались. Как бы тяжело ни было, мы на своей земле, каждая пять нашей земли полита нашей кровью. Никто, пока мы живы, эту землю у нас не отберет. Никто из политиков, как бы он ни хотел, нас не запутает. Есть цель освободить Донбасс. Есть цель быть счастливым и независимым. Есть цель быть процветающим и отстроить то, что разрушено. К этой цели мы будем идти. Мы русские. Мы единая страна. Как были, мы к этому вернемся. Все, что произошло перед этим, это историческая ошибка, которую нужно исправлять. Мы люди, те, которые эту ошибку будем исправлять. Совместно с Россией, совместно с русским народом, совместно со всеми прогрессивным, европейским и мирным сообществом. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok